Я верю, что 22-й год будет годом Великого Прорыва. Исайя 43, глава 16, стих «Так говорит Господь, открывшие в море дорогу посреди трудностей, в сильных водах стезю, выведшей колесницы и коней, войско и сил, все легли вместе, не встали». Речь идет о египтианах, которые преследовали израилетян и погибли. Потухли, как светильня, погасли. «Так и ваши враги сойдут на нет, а выступающие против вас исчезнут во имя Иисусом, а ваши враги склонятся перед вами. Это будет год сверхъестественного благословения и благоволения». Если вас атакуют, то это признак Божьего, великого призвания на вашей жизни. Чем больше атаки, тем больше ваше предназначение от Бога. Если сатана атакует вас, то это говорит о том, что вы его пугаете. Если сатана оставит вас в покое, то это означает, что он вас больше не боится. Но если вы человек с большим призванием, то знайте, что временами весь ад будет сыроваться на вас. Но Бог пообещал, поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих над тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Если в прошлом году вы пережили серьезные трудности, то знайте, что Бог использует это как платформу для чего-то особенного. В этом году во имя Иисуса Бог говорит, «Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете». Халлилуйя! Я не хочу говорить о том, о чем говорят люди. Давайте говорить лучше об Иисусе. Халлилуйя! Давайте говорить о Боге и о Его чудесах великих. Давайте говорить о будущем и о надежде. Халлилуйя! Во имя Господа Иисуса Христа. Бог говорит, «Вот, я делаю все новое». Ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Вы не можете входить в 2022 год без оптимистичного настроя. Вам нужно верить, что у Бога все под контролем, и что Бог приготовил путь для вас. Что бы с вами ни происходило, как бы сложно вам ни было, как бы тяжело вам ни было, вам нужно быть оптимистом в начале Нового года. Бог говорит, «Я буду делать новое». И открою это все для вас. Но как? Только в молитве. Вот почему неделя поста и молитва так важна. Так вы можете отстраниться от этого мира и войти в мир духовный. И там вы увидите, что Бог запланировал для вас. И когда в этом естественном мире что-то будет происходить, вы не будете движимы тем, что вы видите, потому что вы ходите верой о невидимом. Вы не будете движимы сопротивлением или тем, что делают люди. Помните, что мы сражаемся не против плоти и крови, а против сил тьмы. Не забывайте, что у вас есть преимущество. Помните, что Бог на вашей стороне. Если Бог запланировал что-то для вас, то Он проведет вас. Если Бог запланировал что-то для вас, никакой дьявол не сможет этому помешаться. Могу я услышать на это вашу аминь? Во имя Иисуса. Бог говорит, «Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне». Тут сказано, что Бог прокладывает путь. Мы знаем, что Бог также творит чудеса. Скажите, Он прокладывает путь, и Он творит чудеса. Ну же, не сидите тихо и безмолвно. Скажите, Бог есть чудотворец. Мы будем говорить о чудесах и будем верить Богу о чудесах в этом году. Кто из вас и ждет, что Бог будет делать невероятные вещи? Вашей жизни в этом году. Когда все остальное подводит нас, мы понимаем, что обращаться нужно к Богу. Бог не бросит вас и не подведет. Бог не оставит вас. Он избавит вас. Бог будет прорываться ради вас. Малахия 3, глава 6 стих. «Ибо Я, Господь, Я не изменяюсь, послание к евреям, 13 глава, 8 стих. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же». Нет такой проблемы, которую Бог не мог бы решить. Вы в это верите? Нет горы, которую Он не может сдвинуть с места. Мы говорим это, и это уже звучит как клише, но это правда. Нет такой болезни, которую Иисус не мог бы исцелить. И я верю, что на наших собраниях, особенно вечером, когда мы больше поклоняемся, мы увидим больше пророчеств и больше сверхъестественных проявлений. Мы увидим исцеление, разрушенные бремена и оковы. Бог будет проявляться тут так, как никогда во имя Иисуса. Мы увидим, как Бог будет проявляться. Мы увидим, как на землю придут небеса. Мы увидим проявление силы Божьей на наших собраниях. Мы увидим помазание на наших собраниях. Мы увидим движение Бога. Люди будут приходить с Востока, Запада, Севера и Юга. Мы увидим движение Бога. И никакой дьявол не сможет это остановить. Во имя Иисуса. Вот что пытается сделать дьявол. Библия говорит, что правители века сего замышляют что-то с царями века сего. Правители — это не политики, а люди бизнеса. Они контролируют этот мир. Есть прописанный сценарий. Читайте Библию. Это важно. Но также важно быть проинформированными. Вам нужно понимать этот мир. Вам нужно знать о плане сатаны, об Антихристе. Итак, пока я понимаю, как бы это лучше сказать. Когда я понимаю, какое зло стоит за всем этим, и что происходит, я не уважаю это. Я не уважаю навязанные меры контроля. Я не уважаю тот факт, что нас лишили свободы. Свободы выбора. А этого не делал даже сам Бог. Я говорю об этом, потому что в 2022 году будет очень много вызовов. Мировой порядок еще не закончил свои попытки принести тотальный контроль. А когда это станет еще более... Более растущим и очевидным, мы не должны терять свою опору, а также мы не должны терять веру в способность Бога спасать нас, поддерживать нас и гарантировать наше будущее. Слава Богу! Что наш президент в своем выступлении в конце прошлого года выступил против этого мирового порядка. Давайте скажем аминь. Будут и другие правительства, которые откажутся уступать. Нам нужно молиться об этом, потому что локдаун — это не просто обычная, но и духовная вещь. На самом деле сейчас идет борьба между светом и тьмой за человеческие души. Так что мы держимся, и наше правительство держится. Давайте прославим Бога. Поэтому мы верим, что стадионы откроют, и зрители смогут снова посещать и спортивные мероприятия, и культурно-массовые. Тогда мы сможем проводить крусейды на этих же стадионах, и так мы сможем опустошать ад и заселять небеса. Аминь. Мы не собираемся уступать сценарию, написанному злыми силами и правителями против Господа и Христа. Я сказал, что мы не будем поддаваться этому. У нас высокая цель. У нас важное призвание. Ради Него мы живем и умираем. И пока есть те, кто выступают против Бога и против Его движения, мы должны молиться так, как никогда. Чтобы началось Божие движение, это закрыло рты врагам. Мы хотим этого по одной причине, чтобы множество людей вошло в Царство Божие. Я сказал, что мы хотим увидеть множество людей в Царстве Божьем. В этом цель нашей жизни. Разве не так? Сегодня утром мы говорили о том, что Бог держит Своё Слово. Бог дал мне много обещаний, поэтому я не могу поверить то, что Иисус придет завтра. Да, Он придет скоро. Но я вижу, что есть еще много всего, что должно произойти в мире до этого. Я расскажу вам о некоторых из этих вещей. Я верю, что никакой дьявол, и никакой ад, и никакое правительство, никакие экономические лидеры не смогут повлиять на это. они могут контролировать рост цен, к примеру. Они могут контролировать покупки и продажи по всему миру, но они не могут контролировать Божий план для этой земли во имя Иисуса Христа. Бог остается Богом, и Царство этого мира станет Царствами нашего Господа. Он вернется и будет Царствовать вечно. Бог поставит Свою гору поверх всех остальных гор. Бог будет прославлен на этой земле еще до возвращения Христа. Даже Навуходоносор признал, что Бог есть. Мир ждет величайшее пробуждение и величайшее Божие движение в истории. Поэтому мы не можем молчать. Мы не можем быть спассивными. Мы не можем приспосабливаться к мышлению этого мира. Нам нужно стоять. Нам нужно стать Иисусами, новинами, есфирями в нашем поколении. Мы должны стать голосом разума и надежды ради спасения людей. Аминь. Думаю, уже никто и ничего не боится. А если вы все еще боитесь, приходите. Я за вас помолюсь. Бояться нечего. Нет причин для разделения. Я хочу сказать это для всей церкви. Церкви Христа. А не только для Южной Африки. Церковь. Церковь Христа. Нам нужно молиться о благоволении, чтобы Бог дал церкви благоволение. В глазах правительства по всему миру. Все это ради одной цели. Я понимаю, что у вас есть свои цели и видения, и мы молились об этом во время поста и молитвы. Но, думаю, нам нужно немного повзрослеть и увидеть большую картину. Затем нам нужно подключиться к этой большой картине. Нам нужно оставить свои интересы в стороне и посвятить себя большому плану Бога для этой земли, а именно искуплению человечества и социальной справедливости. Думаю, самое важное, чем я буду заниматься следующие 8 или 9 лет, это борьба с бедностью. Я буду бороться с этой бедностью всеми силами, потому что сам Иисус говорил об этом. Он сказал, что Он принес благую весть для бедных. Не говорите, что речь идет о бедных в духе. Он говорил просто о бедных. Они заслуживают справедливости. Им нужны перемены. Это будет год настоящих перемен. Послушайте, не хочу говорить слишком много сегодня, но будет много перемен в определенных сферах, к примеру, в политике, поэтому выбирайте правильную лошадь, потому что одна лошадь уже сбита с толку. Бог не будет терпеть. Когда людей, которых Он любит, угнетают, Бог не допустит, чтобы люди оставались в угнетении, если за них молятся, а те, кто угнетают людей, становятся врагами Божьего плана, и Он не будет с Ним мириться, один взмах, и их нет. Нашу церковь посещают очень многие политики. Я вас уважаю. Нет, я серьезно. Многие политики смотрят наши программы, вас я тоже уважаю. Я почитаю вас, но некоторым из вас нужно смириться перед Богом. Вы можете закрыть рот мне, но вы не закроете рот Божьему Духу, и не остановите Божьи планы. Если вы закроете рот мне, Бог поднимет кого-то другого. Вы не сможете остановить все то, что Бог делает в Южной Африке. Не сможете, потому что слишком многие люди молятся за эту страну и за ее свободу. Давайте учиться на своих ошибках и исправлять их. Не хочу говорить слишком много. Люди говорят, не используй кафедру для политических заявлений. Отстаньте от меня. Одна церковь проиграла дело в Верховном суде, потому что у правительства слишком много власти. Это не наша церковь. Мусульмане и другие религиозные сообщества пошли в суд против тех мер, которые были установлены правительством. Постараюсь не говорить лишнего, но Верховный суд решил, что у министра есть вся власть и он может решать, все, что захочет. Министр может в любое время решать, что открывать, а что закрывать. Разве можно назвать это свободой? «А где тут мои конституционные права?» Чрезвычайное положение будет сохраняться по одной причине, с целью контроля. И нам нужно молиться против этого. Бог сказал Моисею избавить израильский народ из рабства и угнетения. Это тоже была политическая ситуация. Фараон правил ими с угнетением и давлением. Рабство бывает не только целесным, но и духовным. И духовное рабство еще страшнее. финансовое рабство, эмоциональное рабство. Многие из этих законов стали причиной разного рода рабства. Люди остались без работы. В моем возрасте эти вещи меня волнуют, а в вашем возрасте вас волнует, когда у вас появится новая девушка. Но если мы не будем сражаться за эти вещи, вас уже не будет волновать, какая у вас будет девушка. А у вашей будущей жены не будет никакого будущего в Южной Африке. Поэтому мы, христиане, должны утверждать определенные вещи ради свободы. Когда я говорю о свободе, то речь о свободе не только для вас, но и для всей церкви. Надеюсь, что я ясно изъясняюсь. Свобода для христианства. Свобода поклоняться Богу в наших школах. Свобода поклоняться Богу в бизнесе. Свобода воспитывать наших детей с христианскими принципами и ценностями. Свобода от вмешательства судебной системы. Какой закон выше? Закон говорит, что нельзя дисциплинировать детей. Да, нельзя избивать детей, но закон Божий говорит, что мы должны дисциплинировать наших детей. Так какой же закон выше, скажите? Здесь мы видим конфликт между принятым законом и законом Божиим. А если это конфликт, то в какой-то момент церкви придется встать и объединиться. Мы преклоняемся перед Богом, мы почитаем Бога, и сейчас мы сражаемся за духовную свободу людей, а также за свободу от бедности, от ерма бедности, чтобы церковь могла стать руками и ногами Иисуса Христа. Иначе зачем все это? Так, это просто мотивационная речь. У вас на несколько дней поднимется настроение, тогда как Южная Африка катится вниз. Неужели нас это устраивает? Скажите, неужели мы не понимаем, что проблемы куда больше, и все сделано так, чтобы создать вам ложное чувство безопасности и защищенности, но в то же самое время принимаются законы, которые принесут одно рабство. Бог освободил нас от этого, но наша страна пытается снова вернуться к этому. Меня это беспокоит. Мы должны стремиться к тому, что написано в Евангелии от Луки. Посмотрите 4 главу 18 стих. Чтобы все времена были разрушены, чтобы все пленные вышли на свободу, все зависимости были уничтожены, все зло уничтожено силой Святого Духа, чтобы люди Божьи могли жить в свободе, в победе. Вот для чего пришел Христос. Положите руку на сердце и произнесите эту молитву. Я рекомендую всем вам произнести ее, потому что это крайне серьезно. Я серьезно. Бог может коснуться любого человека на любом месте, не сомневайтесь в этом. Ему есть дело до вас. Бог знает, почему вы в таком положении. Люди не знают всех деталей, а Бог знает. Бог знает, почему, а люди нет. Поэтому Он выступает как ваш судья. Он выступает как ваш спаситель. Он понимает вашу боль. Он лучший в мире психолог. Он создал вас. Он знает, как все мы устроены. Он разбирается не с симптомом, а с самим корнем, с раной, обидой, отвержением, болью, которые поставили вас на этот путь. Путь саморазрушения. И сегодня Он здесь. Целитель разбитых сердец. Он здесь. я хочу, чтобы вы произнесли эту молитву от всего своего сердца. Я лишь посредник, а Он ваш избавитель. Так что скажите, Господь Иисус, сегодня я заново посвящаю свою жизнь только тебе одному. Я знаю, что не могу жить без тебя и без твоей благодати. Будь милостив ко мне сегодня и прости мне все мои грехи. Я открываю свое сердце и снова приглашаю тебя, Иисус Христос, занять твое законное место в качестве моего Господа и Спасителя. Спасибо за то, что ты любишь меня, веришь в меня и заботишься обо мне. Спасибо за то, что ты услышал мою молитву. Как мой Господь и Спаситель, помоги мне, избавь меня и прости меня, а еще дай мне свободу. Я знаю, что я сейчас стою перед престолом благодати и милости твоей. Я принимаю твою милость и твою благодать. Я принимаю твое прощение. Я прощаю себя и всех тех, кто согрешил против меня. Спасибо за свободу в духе моем, в душе и в теле. Теперь я твое дитя Божье. Я молюсь во имя Господа моего Иисуса Христа. Аллилуйя.